Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, сегодня нет живет Целый день мне звонили из Динамо Минск У них были проблемы с формой Золотая форма Они не знали до вечера Будет она, не будет Вот это самый главный такой был аспект Учитывая, если у них не будет золотой Они собирались в белой играть Если они будут золотой, соответственно Мы будем играть в белой Вот это вот запомнилось больше Что-то на башке Нормально Голуби прилетели Ну мне не 18 лет Спал я крепко Я понимал, что Все нормально я спал Успокойся Мне эти таблетки ваши не нужны были Понимал, что все зависит просто от нас Просто выйти, показать свою игру Свой характер И все будет у нас отлично Пусть я не знаю, где ты лет Я не могу, не могу, не могу Мы будем стоять Мы будем предупреждать Что мне нравится в моей работе Это то, что если где-то я ошибусь или где-то недоработаю Это будет видно сразу Начиная с подъема, завтрака, обеда, ужина То есть это поля, где мы будем тренироваться Автобус, потому что автобусы ломаются Не дай бог сломался Надо все это подготовить Это кухня такая То есть прачечная Это куча проживания Если все проходит, день прошел Значит все хорошо Я сработал на уровне Ну что будем делать? Нормально, да, да Да нет, не сказал бы Сильно переживаний не было Как и на любую игру настраивались Хотели победить То есть спокойно абсолютно было Как будто ничего не решалось? Ну да, вот, просто У нас этот год уже было довольно много таких матчей Я думаю, что надо привыкать к этому А тут бесполезно, а тут перекричат Ребятушки, мы дома в Жодино Посмотрите на поддержку Мы в Жодино Я смотрел Противоположную трибуну За воротами Динамо И когда там маленькая кучка Фанатов Динамо была И наши Люди, которые Собрались Приехали поддержать То Однозначно Такое впечатление Как будто мы Играли у себя дома То есть Ну вообще супер Ну да, немножко все пошло не по плану Ну это футбол такой бывает Значит Были не совсем собраны Будем так говорить Огорчение было, но все равно Опять же По сути Вся игра впереди была Мы понимали, что Ну мы можем забить Мы можем отыграться Мы можем обыграть Все от нас зависело Ставьте готов Ставьте готов Ставьте готов Самое самое, что нужно в футболе, это забить гол. Чего-то не хватает. Где-то лучше довести, отдать передачу, где-то лучше открыться, где-то там удачнее попасть по мячу. Не знаю, будем так делать. А на тренировках как получается у вас? Всегда получается. Дело может в психологии? Может быть. Я не знаю, честно. По сути, впервые в карьере, что я капитан на постоянной основе. Опять же, особенно молодым ребятам пытались донести, что ничего страшного. Особенно, как складывалась наша предсезонка, в которой мы ничего, к сожалению, не могли выиграть. Я пытался успокоить, понимал, что сезон совершенно другое. Совершенно другие настроения на игру и так далее. Я сказал, что мы возьмем свое, не переживайте. Чай попить, сахара нету, е-простоты. Взяли 2,5 рубля. Чай без сахара. Ну, что это такое? Я, наверное, первый человек, у которого интересуются и тренер, и главный тренер, и тренерский штаб. Именно результаты параллельных матчей и прочее. И первый тайм, когда закончился, якобы результаты я уже знал. Но никому не говорил, никто не спрашивал, ни тренерский штаб не подходил, никто. Дмитрий Васильевич понятно, он всегда победитель по жизни. Он другого места не видит другого результата. Для него любой другой результат – это поражение. Все. Есть только победа. Все. Парк Петон! Парк Петон! Парк Петон! То же самое, как было на финале Кубка, с энергетиком. Ну, в принципе, каждый матч, но просто это более запоминающий, потому что уже была плохая погода, и увидеть столько людей, холодную погоду тебя поддерживают. Это вообще топ. Потрясающе. Естественно, болельщики, количество болельщиков решает все. Они только могут своим количеством, своими эмоциями поддержки решить исход матча, повлиять на свою команду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я бы вызвал Мудрика, Примудрого, то есть человек капитан, человек 100 лет в футболе, именно повел за собой, и для меня, наверное, ну, такую важную роль сыграл, наверное, ну, если одного брать, то я бы выделил Примудрого. Ну, скажем так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, у меня глаза уже опущены, все по 5 копеек, и я, по-моему, посмотрел, по-моему, Лиса увидел, вот он бежит и кричит, там, мы третий, мы третий. Ну, все, я уже, я уже подхватил тут же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чёрно-белый! 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 Хороший! Я стал отцом в этом году, для меня очень много поменялось, и я считаю, что я стал лучше. Это самое главное для человека, что он каждый год стараться быть лучшей версией себя. Я считаю, что в этом году я намного лучше, чем был в те годы. Хотя мне казалось, что я был топ, да, нет, оказывается. Молодцы, мужики, субтитры! Спасибо! Спасибо! О, здорово! Молодец, молодец! Спасибо! Спасибо, спасибо! Молодцы! Спасибо! Есть подоброк, ребята, вашей скупок, ребята, дякую вам! Спасибо за поддержку! Спасибо большое за плакат, и спасибо за поддержку в течение всего сезона. Это дорогого стоит. А там было, да, блин! Лип! Бег, вай! Подарки! Маленькие такие подарочки, да, это внимание наших болельщиков, вам, ребята. Спасибо огромное за каждую игру, за ваши усилия, старания. Нам интересно было смотреть захватывающую. Дай бог вам еще самое главное здоровье, не ломаться на поле, а быть всегда впереди планеты всей. Мы вас любим! Спасибо! Дай бог! 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 Честно, когда ты не знал результаты наших соперников, закрадывалась мысль, что я вот сейчас мог понести бронзу, и не получилось? Конечно, конечно. Я же даже, я когда ударил, упал, расстроился, то что не забил. И ко мне кто-то подбежал, даже не знаю кто, кричат, ну, радуются, да. И я в моменте подумал, что забил что ли или что, но я не понимал, что происходит. В итоге оказалось, что наши соперники проиграли, и мы заняли третье место. Но злые морозы, хожу в эти двери, словно сад приютских цветов. Я и так хочу согреть теплом, о, белые розы. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем сезоне. Гуд бай. Каково будет в одной команде Сергея Шевченко? Не, ну это просто... С лучшим игроком чемпионата, я считаю, это просто класс. Согласен. Он просто пришел в команду. Кубок третье место. Человек-кормилец. Затащил нас на третье место, что еще надо? Таких бы больше людей в команде просто. А то одного, он и одному тяжело, но я его понимаю прекрасно.